Добрый вечер, это Ост Вест, немецкий телеканал на русском языке, в студии Мария Макеева, это программа Восток-Запад и в этом выпуске. Вторую волну коронавируса сбить не удалось, в итоге третий локдаун, ну или продолжение второго, только что о продлении и некотором ужесточении карантина объявила канцлер Меркель. Что-то пошло не так с вакцинацией в Германии, но, минуя вопрос, что делать, пришли к вопросу, кто виноват. Спойлер, Олаф Шольц уверен, что это Енс Шпан. С вакцинацией лучше всех на планете, пока справляется Израиль. Россия опережает Германию по количеству провакцинированных на сотню населения. Меркель и Путин обсудили по телефону совместное производство вакцины, означает ли это, что немцев могут начать пребывать спутником. По последним опросам Форс и доверие граждан к немецкому правительству с начала пандемии только усиливалось. 63% немцев доверяют правительству, 75% лично Ангеле Меркель, 76% это рейтинг Штайнмайера. Как интересно изменятся эти цифры после третьего локдауна? То, что карантин продлят, никто уже не сомневался. Так и произошло. Только что канцлер Меркель вышла к публике вместе со своим правительством и сообщила о том, что карантин продлен до 31 января. Встречаться можно будет только с одним человеком из другого домохозяйства, ну или членами собственной семьи. Школа получается тоже закрыта до 31 января. А главная общая новация это то, что радиус передвижения ограничит 15 километрами для граждан. Вы не ослышались. И если вам кажется, что это жестко, то учтите, некоторые вирусологи еще этим утром настаивали, чтобы этот радиус составлял всего 5 километров. С другой стороны, кто и как будет следить за радиусом 15 километров, а что если 16 и как накажут? Ответов на эти вопросы пока нет. Поход к врачу, например, сказал Ангелом Меркель, это причина, чтобы выйти за периметр 15 километров. Личные цели прогуляться по лесу не причина. Что будет, если в пределах 15 километров ты доберешься до аэропорта и улетишь? Непонятно тоже. Вакцинацию Ангела Меркель объявила главным приоритетом сейчас. Завтра к этому вопросу вернуться, ему будет посвящено отдельное заседание, а мы вернемся к теме вакцинации чуть подробнее позднее. Институт имени Роберта Коху с утра объявил новые цифры по коронавирусу 11 897 новых случаев, все-таки не 34 тысячи, как незадолго до Рождества. Но специалисты тут же оговорились, что пока цифры занижены, поскольку из-за праздников тестирование и выявление новых инфекций проходит медленнее. Все эти события и предварительные сведения о продлении локдауна и его новых удивительных формах вызвали с утра бурю обсуждения в соцсетях, вывели в топы немецкого твиттера хэштег «Импштофнационализмус». Вакцинный национализм, наверное, так можно перевести. И вот только одна из записей под этим хэштегом «Не можешь закупить в достаточном количестве правильную вакцину? Не проблема, просто возьми граждан на поводок и запрети им отходить от дома больше, чем на 15 километров». Компания по вакцинации, которая пока стагнирует в Германии, стала предметом яростных обсуждений даже конфликта внутри правящей большой коалиции. Партия СДПГ винит ХДС в провале с вакцинацией. Более того, она винит совершенно конкретного человека из ХДС – министра здравоохранения Йенши Шпана. Вице-канцлер и главный кандидат на канцлерский пост от СДПГ Луфшульц, как выяснили издания Бильд и Тагишпигель, передал в федеральные земли, которыми управляют его однопартийцы, своего рода опросник на 24 вопроса, адресованных, впрочем, не членам СДПГ, а Шпану и канцелярии. То есть вопросы получаются риторические. Среди них такие. Почему Еврокомиссия заказала так мало вакцины? Почему часть этого заказа, которым не пользуется Еврокомиссия, не была перезаказана Германией? Ну и так далее. Более того, накануне в ходе заседания Кабинета министров Шульц открыто делал отсылки к этому своему опроснику, а также прямо просил Шпана прояснить вопросы с поставками вакцины. Шульца поддержали. Член СДПГ в Бундестаге Флориан Пост даже призывает создать следственную комиссию, чтобы выяснить, как же так получилось с вакциной. Он заявил об этом Бильд в следующих выражениях. Фрау Меркель и Хершпан присягали, что не будут причинять вреда немецкому народу, но оба доверили закупку вакцины дилетантам вокруг президента Еврокомиссии фон дер Ляйн, то есть из ее окружения, отчего, мол, страдают сотни тысяч пожилых людей в Германии, которые до сих пор не могут получить свою вакцину. Флориан Пост считает, что расследовать, как принимались эти решения, надо и на уровне Бундестага, и на уровне Европарламента. А Бильд резюмирует. Объявив войну Шпану, Шульц, между прочим, дал старт предвыборной кампании. Генеральный секретарь ХДС по улице Мека отреагировал на все это, назвал нападки Шульца на Шпана дешевым маневром в год супервыборов, безответственным и недостойным партии с ДПГ. Но если говорить о причине спора и нападок, то с вакцинацией в Германии определенно что-то пошло не так. Вот посмотрите на эту таблицу, как сейчас идет вакцинация в мире. Тут количество привитых на каждую сотню населения. Это табличка издания Тагишпигель. Израиль впереди планеты всей с показателем 12-13 человек на сотню, то есть привито более 12% населения. Далее идет с большим отрывом Бахрейн, потом с еще большим отрывом Исландия, Британия, США и даже в России и Китае вакцинируют активнее, чем Германия. Быстрее. Правда вопрос, чем вакцинировать, но это уже второй вопрос. Никто пока не предлагает рецепты, что же делать. Может быть, этот рецепт будет предложен завтра на новом заседании правительства, посвященном уже исключительно вакцинации, но ответ на вопрос, кто виноват, кажется, кое-кем уже найден. Однако этот кто-то с обвинениями категорически не согласен. Геншпан сказал этим утром АРД, что его ведомство всегда делилось информацией с Бундестагом и с общественностью, и что если, мол, остались вопросы, министерство готово на них ответить. В интервью ЦДФ Шпан заверял накануне, что уверен, к лету вакцины в Германии будут доступны всем и каждому. А что об этом о вакцине думают в других европейских странах? Подробности мы сейчас узнаем у Даши Сухарчук, она на связи со студией ОСТВЕСТ, с обзорами европейской прессы от издания Евротопикс.нет. Даша, привет. Все критикуют, наверное, ЕС, или кто-то считает, что все правильно, а может быть, кто-то вступается за Германию, например. Добрый вечер, дорогие зрители. Привет, Маша. Рада тебя видеть после праздников. Да, в сегодняшнем обзоре есть, конечно, и критические голоса. Например, Бельгийская «Де Стандарт» критикует, правда, не Евросоюз, а собственное правительство, которое заявило, что компания по прививкам – это, действительно, не гонка. Это как раз гонка, возмущаются бельгийские комментаторы. Ставки в этой гонке крайне высоки. Это жизнь и здоровье тысяч самых разных людей. Итальянская «Карьера де Лассера» критикует и итальянское правительство, и Евросоюз, и свои местные власти. «Карьера де Лассера» выходит в Милане. Я напомню, что этот город как раз сильнее других больших городов Италии пострадал от ковида весной. Комментатор этой газеты задается вопросом, почему на 60 миллионов итальянцев закуплено пока только полмиллиона доз вакцин. Где вообще план распределения этой вакцины по этим самым 60 миллионам населения итальянцев? В общем, кажется, это провал, считает итальянский комментатор. Есть, кстати, те, кто политику Евросоюза защищает. Например, французское издание Le Monde говорит, что Еврокомиссия все дело правильно организовать централизованную закупку и распределение, и что если бы внутри Европы началась конкуренция за вакцины, случилось бы страшное, последствия были бы катастрофическими, но и как минимум цена вакцины взлетела бы до небес. То есть немецкое левое издание Tagestatung тоже выступает с полицией защиты Евросоюза и говорит о том, что на самом деле осенью, когда заключались контракты на поставки вакцин, а таких контрактов я заключил много с разными странами, не было понятно, который из этих вакцин первая выйдет на рынок и вообще выйдет ли, поэтому ничего удивительного, что объемы закупок такие небольшие. Литовское издание Delphi разражается критикой в адресне Евросоюза своего собственного правительства. Комментатор Delphi сравнивает сложившуюся ситуацию с вакциной и с ковидом, с оппозиционной войной, известной также как окопная, вакцину он сравнивает с танками, говорит, что литовское правительство могло бы уже наконец внести ясность в этот вопрос и четко объявить, например, которые солдаты, какие подразделения получат это новое оружие, то есть какие люди, когда смогут наконец получить вакцину или не смогут, а наконец-то дать однозначный вопрос. Есть, кстати, те, кто восхищается политикой не просто Евросоюза, а Германии, это чешское издание Ледова на Амине, чешский автор пишет, что если бы не политика Ангела Меркель, которая боролась за то, чтобы все страны Европы получили равный доступ к вакцине, то более маленькие и более бедные страны, такие как Чехия, например, смогли бы получить жалкие остатки этой вакцины, когда их богатые соседи, такие как Германия, все бы раскупили, а более маленьким и более бедным странам пришлось бы платить непомерным ценам. Спасибо, Даша, теперь понятно, откуда возник хэштег «Импштов национализмус». С обзором европейской прессы в эфире была Дарья Сухарчук. Каждый день на сайте evrotopics.net, я напомню, вы найдете переводы на русский язык, статей из самых разных европейских газет, соответственно, самых разных европейских языков по актуальным темам. И я добавлю еще ко всему вышесказанному, что сегодня Ангела Меркель говорила по телефону с Владимиром Путиным о перспективе совместного производства вакцины. Далее эту беседу должны продолжить министры здравоохранения и иные специалисты двух стран, а других деталей представленного не было. Согласно российским официальным заявлениям, ранее Путина и Меркель поздравляли друг друга с Новым годом, а российский президент до этого в новогоднем письме к канцлеру Меркель и президенту Германии Франку Вальтеру Штайнмайеру в этом письме выражал надежду на то, что будет развиваться сотрудничество двух стран. Поскольку новый немецкий локдаун, новый старый немецкий локдаун можно назвать антигорнолыжным, посмотреть на снежные горы в ближайшее время мало у кого получится, уж тем более на итальянские горы, например, которые мы сейчас с вами видим, и уж тем более, если не просто смотреть, а кататься в этих горах. Между тем, в воскресенье, понедельник, снегопады, похоже, прошли буквально по всей Европе, не только в Германии, и случаи с горными районами Италии были особенно сильными. Местные спасательные службы осуществили более ста операций за сутки по очистке дорог, далеко не все еще расчистили. В северной альпийской провинции Белуна, это область Венеции, снега выпало столько, что машина засыпала полностью, включая крышу. Возвращаясь к Германии к местным курортам, завтра в Баварии выходной день, праздник, день трех библейских волхвов. И многие используют это как повод, чтобы, да, снова поехать в горы хотя бы на денек. Во всяком случае, полиция Баварии в этом совершенно уверена и уже сегодня вышла на усиленное патрулирование, как и Егеря в Шварцвальде сообщается об этом. Пресс-секретарь полиции в Розенхайме, в частности, сказал, что они будут вообще выезжать повсюду, где будет много народа, и привел в качестве примеров Гармишпартенкирхен, Айбзе, Шпицегензе и Вальхензе, где ожидается большое скопление людей. Баварские издания, впрочем, активно цитируют мюнхенского вирусолога Ольвера Кеплера, который непедагогично заявил, что упражнения на свежем воздухе при соблюдении дистанции несут крайне низкий риск заболевания коронной инфекцией. Этот риск стремится к нулю в данном случае, а риск заражения в помещениях в 19 раз выше, говорит этот специалист, глава отделения вирусологии в Институте гигиены и медицинской микробиологии, который, в свою очередь, является частью Мюнхенского университета. Мюнхенского университета В карантине боснийский мужчина, вдохновленный сериалом «Викинги», шесть сезонов, бесценная вещь, решил сам стать древним скандинавским воином, и для этого он стал одеваться как викинг, делать прическу, как у актеров, игравших викингов, делать собственные топоры, практиковаться в стрельбе из лука и так далее. Но самое главное, он переделал собственный семейный дом в дом викинга, благо дом этот 20 лет до того пустовал. В боснийской деревне были немного удивлены появлению викинга, но скоро привыкли и перестали смеяться над ним. Несмотря на такую любовь ко всему, что связано с викингами, Стиве Плейц, так зовут этого мужчину, не испытывает желание посетить страны, где викинги жили. На этом на сегодня все. Встретимся завтра вечером в программе «Чтобы это значило». С новостями в эфире «Оствест». Вас будет знакомить мой коллега Константин Хакиталь. Всем хорошего вечера. Где бы мы ни находились, мы всегда помним о своих близких и планируем сделать им маленькие подарочки. Выбрать время для поиска подарков и успеть всех поздравить – та еще задача. Моментальные денежные переводы онлайн с карты на карту через сервис TransferGo – самая лучшая возможность всех поздравить. Перевести деньги можно за пару секунд, не выходя из дома. Быстро и очень выгодно. TransferGo – ваш надежный помощник онлайн денежных переводов из Германии в Россию. Мы заботимся о вас и ваших близких.